Всем привет, с вами Ад и его кружка с чаем, которую вы по техническим причинам не можете увидеть. И как я обещал, буду отвечать на ваши вопросы. Не будем тянуть кошку за мышку, погнали! Итак, первый вопрос. Самые ожидаемые проекты в плане видеоигр на следующие полгода? Ну, во-первых, финал кампании к Старкрафту, то что про новую. Во-вторых, я надеюсь, наивный, что весной все же выйдет Rising Storm 2 Вьетнам. Но как-то о нем никакой не плей, пока что нет новой. Посмотрим, что будет. Я бы сказал, что жмем еще Advanced Dark Player, но проходить его я смогу разве что на YouTube. Так, вопрос на мой 2. Баба, то же самое, фильмы, мультипликация, мультсериалы, а также краткометражки. Ну, вроде какие-то Звездные войны в декабре выходят, вообще без понятия. Не, ну конечно, я в курсе. Ну, в общем, может, скажу, посмотрю. Посмотрим. А так, ну, вроде больше ничего. Вон, четвертый том RWBY, третий сезон повстанцев. Я подсел на красных против синих. Все отлично. К тому же, я как-то не слежу за новинками киноиндустрии, так что мог пропустить что-нибудь годное. Ладно, давайте по-русски. Третий вопрос. Чего ждешь от нового Тома RWBY? Ну, это не сложно. Я жду. Экшен. Экшен. Няшности. Экшен. Смерть Адама. Пригунта номера 4. Какие монтажики запланированы? Ну, Kingsglay. Дотали Спайс. Еще один. Одним больше, одним меньше, почему бы нет. Также, сборная Солянка. Неудержимая. Возможно, на каждую часть будет по отдельному монтажику. Посмотрим, как там получится. Еще под песню The World's War. Надо бы что-нибудь. Мне советуют халы. Ну и все. Ну, возможно, красные против синих. Как будет, смотрю. Посмотрим, как там. Что да как. Так. Пятый вопрос. Запланированы ли крупные работы по Старкрафту? Да. Да, запланированы. Две штуки. Обе про нового. Поэтому я жду финала кампании, чтобы все соответствовало канону настолько, насколько это возможно, при том, что будет дофига не канона. Да. Прегунто номерос се... Сейс. Чем скелет покрывает крышу? Черепицу? Я не знаю. Надо будет спросить у кого-нибудь. Седьмой вопрос. Был или будет ли монтаж по Borderlands? Не было. Возможно, будет. Дайте мне побольше эпичных моментов, хорошую музыку, и я попробую что-нибудь сделать. Восьмой вопрос. Кто является вашими любимыми злодеями? Оверлорд. Да. Это самый лучший злодей. Остальные так, поскольку постольку, и к тому же, они весьма неоднозначные личности. Вроде, там, тот же Рауль Менендес из Блокопса 2. Злодей, террорист, это бесспорно. Я даже его не могу оправдать, но я могу его понять. В принципе, это не сложно. Пройти игру или прочитать статью на Call of Duty Wiki, и станет ясно, почему он такая сволочь. Это, наверное, вообще одна из моих любимых концепций, что мир сам делает своих злодеев. Девятый вопрос. Темми, 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 темми. Десятый вопрос. Как на самом деле зовут Линкса? Линкса зовут... Ага, так я и сказал. У Линкса и спрашиваете. Причем тут я? Я не уверен, что я достоин такой ответственности раскрывать подобную информацию. Следующий вопрос. Он не пронумерован, будет 42-м. Что за число 42? Это ответ на вопрос о жизни Вселенной и вообще. Ну, какой вопрос такой ответ? В ответ есть. Осталось сформулировать вопрос. Когда свалить или свалишь из Бульбароссии? Если бы я знал, это было бы очень круто. О, философский вопрос. Утопить планету в крови ради истребления человечества или привести к осознанию неправильности насилия? Конечно же, я был бы не против второго варианта. Но зная натуру человечества, его придется достигать через первый. И проще уж какой-нибудь дождаться катаклизма, который в одном момента выпилит человечество. Взрыв сверхновой вон. Все просто сожжет атмосферу и вообще все, кроме камня. Четырнадцатый вопрос. Зироту или Эллидан? Ох, го пвп, посмотрим. Я не знаю. Пятнадцатый вопрос. Жалко Артаса? Безусловно. Ему крайне не повезло. Вроде бы хотел как лучше, а в итоге его заовермайнили. Шестнадцатый есть шиза? Нет шизы. Увы. Такой вот я. Вроде вопросы на этом закончились. Я постарался ответить максимально честно на каждый. Спасибо за просмотр. Спасибо, что задавали эти вопросы. С вами был Ад и его Кружка с Чаем. Горячий, сука! Всем пока и будьте счастливы при малейшей возможности.